Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, говорит, что сделка по организации поединка с Александром Поветкиным, который является обязательным претендентом по версии WBA и WBO, согласована. Хирн по-прежнему ведет переговоры о том, чтобы организовать объединительный поединок с чемпионом WBC Двантеем Уайлдером, но обе стороны находятся далеко друг от друга по нескольким ключевым аспектам, а именно по месту боя. Уайлдер хочет, чтобы поединок проходил в Соединенных Штатах с гарантированным предложением в размере 50 миллионов долларов для Джошуа, в то время как Джошуа готов боксировать за меньшие деньги – 35 миллионов, но в Великобритании. Мне не нравится делать крайние сроки, потому что этот поединок нужен людям, но время уходит, и на каком-то этапе мы должны принять решение. Мы близки к заключению сделки с Поветкиным. Рябинские мир бокса идут на контакт, и с ними легко все согласовать. Так что если мы не достигнем соглашения с Уайлдером, то будем проводить бой с Поветкиным. Эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте предложил выход из ситуации со вторым боем Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Еще один момент, на который я бы обратил внимание, это согласиться на разделение доходов, которые даст Канело немного больше, чем Трипл Джи, скажем 5% или 10%, и позволить им драться за это. Получается что-то вроде этого. Канело получает 45%, Головкин 40%, а победитель забирает оставшиеся 15%. Большие ставки, большие деньги и настоящие призовые бои. Если Канело выиграет, получит 60%, если Трипл Джи, тоже получит гораздо больше денег. Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кэл Брук намерен провести следующий поединок нынешним летом. Команда британца подбирает соперника на предстоящий бой и пока не может определиться с кандидатурой. В потенциальный список соперника британца попал экс-претендент на титул чемпиона мира Габриэль Рассада. Проблемой в организации встречи может послужить весовая категория последнего. Рассада является средневесом и последний раз фоксировал в первом среднем весе 4 года назад. Временный чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермал Чарла считает, что чемпион по версии WBO Билли Джо Сондерс как боец оставляет желать лучшего. И он будет счастлив встретиться с ним в ринге и одолеть его, если будет такая возможность. Конечно, я бы хотел подраться с ним. Из-за того, что он говорит много дерьма, бой был бы еще интереснее. Ведь вы знаете, что я делаю с ребятами, которые много разговаривают. Билли Джо Сондерс просто мешок для меня. Я не видел у него ничего удивительного, кроме того, что он умеет бегать. Он очень скользкий боец. Он не представляет никакой угрозы для меня. Я с легкостью приму этот поединок и без проблем побью его. Субтитры сделал DimaTorzok